Хочу выразить от нашей партии фракции искренне соболезнования всем, всеми пострадавшим, друзьям, близким, всем ленинградцам, всем, кто живет в современном Питере. Культурная столица подверглась не просто нападению, но, на мой взгляд, это теракт, который носит глубоко политический характер. К сожалению, эта эпидемия охватила целые континенты и страны и продолжает разрастаться, как раковая опухоль. Но когда теракт проводится в городе, где собрались два руководителя России, Путина и Белоруссии, для обсуждения самых крупных и важнейших проблем, которые отметили только что создание, одно из дат создания нашего братского союза, где только что прошел медийный форум представителей журналистики всей нашей страны, где Народный фронт рассматривал текущие проблемы, а теракт совершили как раз во время, когда студенты, учащие, заканчивают учебный день, то, на мой взгляд, этот теракт преступниками и образовцами был глубоко продуман. Он носит символический характер. И задача нашей исключительной важности расследовать, найти корни, найти те истоки и тех организаторов, которые провел этот теракт. На мой взгляд, не надо упрощать ситуацию, характеризуя отдельные элементы. Если смотреть на ситуацию, то надо поклониться, прежде всего, машинисту, который принял исключительно ответственное решение и вывел поезд из туннеля. Я думаю, тогда бы погибших было гораздо больше, если он не принял такое решение. Все службы Ленинграда в течение нескольких минут были отмобилизованы и справились с задачей. Но надо смотреть на это явление глубже и основательнее, если собираемся всерьез бороться с бандитизмом, терроризмом и преступностью. На рубеже двухтысячелетий он собрались и определили, какие главные угрозы для человечества. В первой тройке была бедность, голод, болезни и экология. Эти три проблемы обуяли целые континенты и пытались их решать всевозможные способы. Прошло 15 лет, тогда на рубеже столетий терроризм был девятым, сейчас он ворвался в первую тройку главных опасностей на планете. Для нас, на мой взгляд, это не просто опасность. Рядом с нами две пороховые бочки, Украина все больше превращается в пороховую бочку, которая может взорваться в любое время. Там нет нормальной власти, способной урезонить нацизм и бандеровщину. На Ближнем Востоке рано праздновать победы, там до побед очень далеко. Если посмотреть, что делает НАТО в Прибалтике, то они провоцируют нас каждый день своими учениями. В том числе, знаковыми учениями, когда в качестве противников выступают даже те, кто хорошо говорит по-русски, специально их подбирают, для того, чтобы дрессировать своих солдат, как собак, которые должны набрасываться на оппонента. Если взглянуть на внутреннее положение в стране, то здесь накапливается массовое недовольство. И это распространяется прежде всего среди молодежи. На мой взгляд, господин Навальный, как один из провокаторов этой команды, не случайно затеял неделю назад вот то, что мы видели в центре Москвы и видели в Питере-Ленинграде. Это тоже связано было с тем, чтобы втянуть неокорепшую молодежь, а за нее родители в массовые беспорядки. Я это лично видел и проходил в 90-е годы. Я тогда предупреждал вас всем, что Ельцин – это не борец за демократию. Это спившийся и разложившийся человек, который втягивает всю страну в эту свару и склоку, которая закончится для нас трагически. Но он прикрывался борьбой с бюрократией и коррупцией. На самом деле оказались самыми крупными ворами в истории человечества. Разворовали тысячелетнюю державу. Затем мы видели то же самое господин Порошенко вместе с бандеровцами и нацистами дел на Украине. Майдан против коррупции. Оседлали эту волну, залезли на трон, набивают карманы, а богатая, щирая Украина беднеет на глазах. Что касается нашей ситуации, ведь мы даже не услышали внятного ответа на публикацию, связанную с Медведевым и членами правительства. Ведь никакой проблемы нет. Дайте ответ вразумительный и будет всем все ясно. И тем не менее накапливается, накапливается и накатывается, как все равно снежная лавина, на общественное мнение, на настроение, на совесть. Это недопустимо в условиях кризиса. Нужны меры, которые бы обезопасили граждан. ЖКХ превратилось само в свою роду бомбу, где так называемые управляющие компании грабят безосенчиво всех подряд и никак на них не можем найти управы. Если посмотреть все, что связано, начиная от Платона, кончая новыми налогами, поборами, простому гражданину, ткнуться некуда для того, чтобы защититься. Все это плодит. Безысходность, ненависть, неустроенность. Особенно среди молодежи. Посмотрите, как работают те, кто окончил с красным дипломом в прошлом году. И вы ахните, половину не нашли работы по специальности. Учились, платили, заплатили и сейчас мыкаются бесхозные и не востребуют. Поэтому я предлагаю президенту собрать влиятельных лидеров политических партий, собрать госсовет, сесть в Кремле и обсудить все проблемы в целом. Терроризм это явление страшное и крайне опасное. Но когда он наслаивается на массовое недовольство, которое нарастает и в том числе в молодежной среде, то это будет остаться как пожар. И одолеть его отдельной мерой, отдельными совещаниями или указаниями невозможно. Нужна мощная реальная программа борьбы с этим явлением. Который раз хочу вам напомнить, ведь мы имеем уникальный опыт этой борьбы. Я в свое время 10 лет занимался силовым ведомством, изучал, что творили бандеровцы-нацисты на Украине и Белоруссии. И не убедил так руководство, покажите это, вы сумеете предотвратить мнение и настроение на Украине в поддержку этих сил. Мы блестяще провели операции против лесных братьев, против басмачей. Все знают, в том числе и закрытые способы ведения борьбы с этим явлением. У нас уникальный опыт борьбы с оргпреступностью был. Последнюю банду Митина мы искоренили в 1956 году. Кто видел фильм «Дело Пёстрых»? Это об этой банде. С тех пор до прихода Ельцина и Горбачева в стране не было оргпреступности. И не было почвы для такого терроризма. Ничего не хотят делать. Опять все крутится вокруг сводки текущего дня и очередной передачи. И последнее. У нас неделю назад был пленум о борьбе против русофобии и антисоветизма. Вот это главная питательная среда массового недовольства и противостояния. Уймите свой раш в отношении русского вопроса и советской эпохи. Ничего более эффективного тысячелетней истории, чем советская эпоха, наша история не знает. Она справилась с бандитами, с террористами, с организованной преступностью, с фашистами. Она сумела заставить всех их работать в рамках закона. Мы сумели дать всем работу, качественное образование. Мы сумели проработать в космос. У нас уникальный опыт. И готовить к столетию надо взять с собой все это лучшее наследство. Тогда и легче будет бороться с терроризмом, преступностью и другого рода проявлением. Еще раз хочу выразить соболезнования всем гражданам страны, которые испытали шок, потому что Ленинград, Питер – это для нас культурные столицы. И мы туда ездим на лучшие мероприятия. Там великолепные музеи, там уникальные истории. И готовясь к столетию Великого Октября, мы пригласили в этот чудный город делегации. Они прибудут туда из 105 стран мира. Спасибо. Спасибо.